Шалом и добро пожаловать на Вахафта, Исраэль. Это еврейская фраза, означающая «Возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух — старший лектор в институте Зер Абрахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в институте на иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском, Чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. 3500 лет назад Моисей взошел на гору Синай, чтобы принять закон от Бога. Заповеди, которые определили, что правильно и что неправильно. И около 2000 лет назад наш Господь и Спаситель, Мессия Иешуа, поднялся на другую сторону. Не в Аравии, но в Галлии. Туда Он взял Своих учеников и начал учить их наставлениям от Бога. И только когда мы применяем эти наставления к нашей жизни, тогда и только тогда мы будем проявлять славу Бога, вести себя правильно, так, чтобы это было угодно Богу. И не такими ли мы призваны быть? Людьми, чья жизнь достойна, чья жизнь угодна нашему Господу и Спасителю Иешуа. Что ж, мы изучаем Евангелие от Матвея, и сейчас мы готовы к этому известному месту Писания, из пятой главы Евангелия от Матвея, которое мы знаем, как Нагорную проповедь. Так что я приглашаю вас, возьмите свою Библию и изучайте со мной это фантастическое учение Иешуа. Часто, как и сегодня, мы даем объяснение, но в реальности лучшее, что вы можете делать, это просто читать главы с пятой по седьмую. Читайте медленно. И пусть слова Иешуа проникают в вашу душу. Что ж, давайте начнем. Первый стих пятой главы. Обратите внимание, как она начинается. Мы читаем здесь. «Увидев народ». Это послание, Нагорная проповедь. Не было говорено народу, через несколько минут вы увидите, что Иешуа сделал что-то. Мы читаем. «Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, это ключевой момент, он оставил толпу и пришел в спокойное место на горе». Мы продолжаем читать. Писание говорит, «Приступили к Нему ученики Его». И только после того, как Его ученики пришли к Нему, только они, тогда Он, отверзший уста Своей, учил их, говоря. И первое слово означает «благословенный» или «счастлив». Это жизнь удовлетворенности, такая, которая восполняет ваши внутренние нужды, ваши духовные нужды, которая отражает то, кем призван быть человек. Итак, это слово очень важно. В иврите мы используем термин «ашри». На самом деле, молитвенное служение в полдень начинается с этого термина «ашри», что значит «блаженный», «благословенный», «счастливый». Это слово говорит о довольствии, внутреннем мире, уверенности, непоколебимости, в отношениях и опыте с живым Богом. И заметьте, что он говорит, «блаженный нищие духом». Почему? Когда мы смотрим на эти заповеди, общеизвестные как заповеди блаженства, нам необходимо помнить, что он делает утверждение, как только что сделал, «блаженный нищие духом». И дальше мы видим утверждение о будущем. Не то, что они переживают в то время, но то, что они будут знать, относится к будущему. И почему так? Потому что истинно, царство, все эти обетования, а именно их мы видим здесь, обетования, все они связаны с исполнением, которое не будет в полном смысле реализовано до прихода Мессии. и установления царства. Итак, здесь сказано, третий стих. «Блаженный нищие духом». Слово «нищие» также может означать «те, кто огорчены, опечалены духовно». Иначе говоря, они недовольны, им не нравится духовное состояние мира. Они понимают, что необходимо изменение. Итак, Мессия говорит, «Блаженный нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». В этой самой первой заповеди блаженства, которую мы изучаем, мы видим утверждение о Царстве Небесном. В Слове Божьем нам встречается контекст «Царство Божье и Царство Небесное». Очевидно, речь идет об одном и том же Царстве. Но почему два названия? «Царство Небесное» и «Царство Божье». Царство Небесное говорит нам о несколько другом, потому что Царство, которого мы желаем, оно не здесь, оно на небесах. Мы знаем, что оно придет сюда, когда Мессия придет во второй раз, чтобы установить Царство. Но есть разделение, потому что установленное будущее, Царство, и то, что мы переживаем сейчас, между этими временами есть разница. И, конечно, большая дистанция между тем, что мы переживаем сейчас, и тем, что будем переживать. Но с этой разницей и с этой дистанцией будет закончен, когда придет Мессия. Так что в первой заповеди блаженства Он говорит об этих индивидуумах, которые опечалены духовно, потому что понимают разницу между тем, что есть, и тем, что будет, и желают этой перемены. Мессия говорит людям с таким умонастроением, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Четвертый стих. Блаженны плачущие, ибо они будут утешены. Очевидно, что о плаче, здесь мы говорим в связи со смертью, но помните, что смерть всегда связана с грехом. Эти два термина всегда должны приходить нам на ум, когда упоминается один из них. «Смерть», и нам следует думать о термине «грех». Когда мы слышим «грех», нам следует думать о термине «смерть». Смерть — это следствие греха. И Мессия говорит о тех, кто плачет, горюет, о последствиях греха, смерти, и Он говорит, «Блаженны плачущие». Почему? Они будут блаженны, потому что они утешены. И утешение говорит об изменении. Это результат. Утешение — результат того, что воля Бога, Его суд, Его цели будут исполнены. Все это взаимосвязано, и это важная истина. Воля Божья и Царство Божье — эти две вещи неразрывно связаны. Когда проявляется воля Божья, тогда будет присутствовать и характер Царства. И с присутствием Царства также будут обеспечения и благословения, которые Бог хочет, чтобы мы имели, чтобы нам знать этот шалом, этот мир, который превосходит всякое понимание. Пятый стих. «Блаженны» в большинстве Библии сказано кроткие. И это слово описывает человека, который не требует, который не берет дела в свои руки с тем, чтобы получить то, что он хочет. Но это тот, кто доверяет Богу, кто полагается на Него, не пытается произвести события сам, но слушается Бога, доверяет Ему, полагается на Него, зависит от Него для того, чтобы Он обеспечил, притворил в реальность то, в чем мы нуждаемся, чего желаем, для того, чтобы жить праведно, угодно Ему жизни. И мы читаем, «Блаженны кроткие, ибо они наследуют Землю». «И это наследование Земли и трансформация, которой приведет это наследствие, это наследование, все это – результаты Царства. Это реальности, которые мы узнаем в полной мере только тогда, когда будет установлено Царство». Шестой стих. «Блаженны алчущие и жаждущие». И вот ключевой момент. Праведность. Позже, через несколько недель, мы увидим, как Царство Божье и праведность, эти два идут рука об руку, где Царство Божье, там и праведность. И, по моему мнению, эта заповедь блаженства так значима. Она проникает до сути. Мессия говорит, «Блаженны алчущие и жаждущие праведности, ибо они насытятся». И вот что мы видим во всех этих заповедях блаженства – обетование. Когда у нас такая характеристика, такой тип мышления и поведения, когда мы желаем Божьего, мы можем быть уверены в том, что мы насытимся, что мы унаследуем, и это наследие умностью связано с обетованиями Завета. Обетование Завета и обетование Царства неразрывно связаны. Так что обратите внимание на то, что написано здесь. Он говорит, «Блаженны или благословенны, счастливы, как бы вы ни переводили это слово, блаженны алчущие и жаждущие праведности, ибо они насытятся». Седьмой стих. «Блаженны милостивы». И какое важное качество, к которому нам надо стремиться быть людьми милостивыми к другим. Когда мы смотрим, к примеру, замечательное местописание, оно находится в книге «Исход», и оно открывает, учит о 13 качествах Бога. Когда мы читаем об этих качествах, мы видим, что в этом месте снова и снова говорится о Божьей благодати, о Божьей милости, о Его неизменной любви. Об этом-то мы и говорим в этом месте Писания. Те, кто... Здесь очень ясно сказано. Заметьте, что Писание открывает. «Те, кто милостивы», говорится здесь, «это те, кому будет дана милость». А милость — очень широкая концепция. И позвольте мне привести пример, почему это так. Слово «милость» — и я понимаю, что мы читаем греческий текст, но основание, конечно, еврейское. То есть основание — Ветхий Завет, еврейская Библия, написанная на еврите. И вот, что мы видим. Бог открывает нам эти принципы, во-первых, и прежде всего, на еврейском языке для того, чтобы весь мир, а в то время, 2000 лет назад, главным языком был греческий. Нет сомнения в том, что Новый Завет был написан на греческом. Но основание для многих мест Писания, которые цитируются, этих принципов, этих терминов, их основания в Ветхом Завете. И когда мы говорим о милости, на еврите это слово «рахамим». Это слово множественного числа «рахамим». И говорит оно не о малой милости, но о милости в изобилии. Когда Бог дает милость, Он дает ее в изобилии. Так что она восполняет нужды, производит восстановление, которое приносит милость. Результат милости – это возвращение всего к тому, как этого хочет Бог. Согласно Его намерению, милость исцеляет. Так что милость значимо следующая. Когда мы рассматриваем это слово не во множественном числе, а в единственном – «рахам», это еврейское слово значит «матка». К примеру, матка женщины. Там зачатый ребенок находится в течение девяти месяцев. И я упоминал раньше, что матка обладает большими ресурсами, так как ощущает, что идет во благо ребенка. Матка сообщается с мозгом, с мозгом женщины для того, чтобы производить изменения для наилучших условий для ребенка, для восполнения его нужд. К примеру, температура для ребенка низкая, и тогда матка посылает сигнал в мозг женщины и тепло посылается в матку для того, чтобы ребенок имел необходимую температуру. Таким образом, мы видим, как милость всегда делает самое лучшее для конкретного человека. Когда я говорю «самое лучшее», я имею в виду, что она инициирует то, что возвращает человека к воле Божьей, к намерению Бога. Так что вот каково утверждение. Тут сказано «блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это то же самое, о чем мы поговорим через несколько недель. Какою мерою мерите, такую и вам будут мерить. Когда я был намного, намного моложе, я продавал страховки, и это нормально. Люди в этом нуждаются. Но страховка, наилучшая страховка у Бога. Когда мы с другими поступаем так, как хотели бы, чтобы поступали с нами, знаете что? Бог замечает это и отвечает похожим образом. Вот о чем говорит нам это местописание. Переходим к восьмому стиху. «Блаженны чистые сердца». Слово означает «чистоту», «чистоту сердца». Ибо они сказано тут «Бога узрят». И тут важен порядок слов. Часто в английском и в других языках мы изменяем порядок слов, меняем их местами. Но в греческом языке порядок слов часто говорит о том, на чем делается акцент. Так что когда мы читаем это местописание, где Мессия говорит «блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят», акцент не просто на видении, но на том, кого мы увидим. И это Бог. А чему это учит нас? Видеть Бога лицом к лицу. Видеть Божье лицо подразумевает благословение. Мы все знаем это местописание из книги «Числа», где сказано «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим». На самом деле, несколько раз в этих стихах, где говорится о благословении, которое священник даст народу, мы видим это выражение «Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим». И это сияние его лица, встреча с Богом лицом к лицу, видение его, все это связано с благословением. И вот что говорит Писание. «Чистое сердце» это для нас путь к переживанию этой благословенной жизни. Девятый стих. Блаженные миротворцы. И здесь опять-таки мир, эта концепция связана с волей Божьей. Так что миротворцы — это те, кто исполняют волю Бога. Вне воли Божьей мира нет. Эту важную истину большинство мирских людей игнорируют. Есть индивидуумы, дипломаты, политики и подобные. И очевидно, что они хотят. Я знаю, что они искренне хотят мира в этом мире, да и большинство людей хотят мира во всем мире. Но вот проблема. Этот мир никогда не будет установлен. Его не удастся познать или пережить, пока не будет подчинения воле Божьей. Когда мы игнорируем волю Божью, когда откладываем в сторону Его заповеди, когда игнорируем Его истину, мира не будет. Так что нам надо видеть, что миротворцы — это те, кто посвящены воле Божьей. Еще раз, девятый стих. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Разве не прекрасно, что мы кто? Сыны Божьи. Почему сыны? Слово «сын» связано со словом «слуга». Так что вот чему учит Писание. И вот что нам надо взять из этого места. Только когда мы посвящены воле Божьей, тогда мы поистине служим Богу. Люди могут делать добрые дела. Они могут заниматься социальной справедливостью и всем остальным, что одобряет мир. И я не говорю, что все эти вещи нехороши или неправильны. Но вот ключевой момент. Если они не укоренены, не утверждены в воле Божьей, тогда они не добрые дела. Они не являются угодными Богу. Они не будут благословенны и в конечном итоге успешны в том, что пытаются совершить. Так что сыном Божьим, то есть слугой, будет тот, кто посвящен воле Божьей. Десятый стих. Блаженны. Блаженны. И здесь опять мир не согласится. Но заметьте, что здесь говорится. Блаженны гонимы. За что? За праведность. Нам необходимо понимать, проходя эти заповеди блаженства, что есть взаимосвязь в том, что касается порядка, мы видим миротворцев. Миротворцы посвящены воле Божьей. И это не совпадение. Это не случайность, что в следующей заповеди блаженства речь идет о праведности. И почему это так? Потому что есть взаимосвязь между волей Божьей и праведностью. Если вы не заинтересованы в праведности, то это та праведность, которую открывает, определяет Слово Божье. Мир неверно смотрит, неверно понимает, что является праведным, что является приемлемым. Потому что только через откровение Писания можно понять, что является праведным. Так что Писание говорит, что когда мы преданы праведности, Он говорит, «Блаженны гонимые за праведность, ибо их есть Царство Небесное». Опять-таки, то, как написано Писание, то, как Дух Святой вдохновил автора, Евангелие от Матфея записать, все это имеет большое значение. Мы снова видим взаимосвязь между праведностью и чем? Царством Божьим. И вот почему. Если кто-то заинтересован в Царстве Божьем, он будет стремиться к праведности и будет понимать, что праведность обретается в воле Божьей. Пока мы не соединим их вместе и не будем посвящены им, мы не будем слугами Бога, и мы не будем приведены в Его присутствие. Мы не будем переживать Его благословение, и мы не будем людьми, благоугодными Ему. Так что все эти заповеди блаженства, они не просто говорят нам о том, что мы получим, но когда мы проходим их, они также учат нас тому, как мы должны вести себя, какой должен быть у нас подход к жизни. И пока мы не будем подходить к жизни таким образом, если не будем этого делать, мы не будем людьми, которые ходят в помазании и имеют каждодневный опыт с Богом, имеют Его действия и обеспечения в нашей жизни. Одиннадцатый стих. «Блаженны вы, когда будут вас поносить». Это слово означает, что мир будет идти против вас и гнать и всячески лгать, злословить за меня. Тем самым становится ясно, что те, кто посвящены воле Божьей, те, кто являются истинными миротворцами, кто подвизается за праведность, кто хочет жить согласно истине Царства, они будут гонимы в этом мире, и люди будут говорить против них, злословить их. И основой всего того, что эти индивидуумы будут говорить, будет ложь. И позвольте мне поделиться с вами важным библейским принципом. Всякий раз, когда появляется слово «ложь», говорится о неправде. Вы знаете, кто автор этого? Знаете, кто этого одушевляет? Это отец лжи. Я говорю о дьяволе, о сатане. Когда мы подвязаемся за праведность, он враг. Дьявол ненавидит праведность. Его характер противоположен воле Божьей. И он будет действовать против тех, кто служит Богу. Вот почему Ешуа говорит здесь, «Блаженны вы, когда, а это будет часто, будут поносить вас, и гнать, и всячески лгать, злословить за меня». Переживая эти вещи, когда мы ходим с Богом, нам следует ожидать этого. Это очень важная истина, которую нам надо знать. Когда я живу достойный, угодный Богу жизнью, когда я исполняю Его волю, мне следует ожидать враждебности от других, ожидать гоню. Есть такие, которые учат, «О, если вы ходите с Богом, в вашей жизни все будет хорошо и легко». Но такого я не вижу в Писании. Особенно это касается последних времен, когда мир будет становиться все более и более аморальным, нечестивым, злым. И мы все знаем это место Писания, которое говорит, что добро будут называть злом, а зло — добром. И это для того, чтобы оправдать изменения взглядов, которых мир будет придерживать, и для того, чтобы преследовать то, чему посвящены преданные воли Божьей. Какой же должна быть наша реакция? Должны ли мы негодовать, беспокоиться, расстраиваться и впадать в депрессию? Абсолютно нет. Что говорит Мессия? 12 стих. «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда». Где? На небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Глядя на это место Писания, мы ясно видим, что когда мы ходим в воле Божьей, когда мы делаем то, что Он называет правильным, то есть ведем себя праведно, согласно Его Слову, чего нам следует ожидать, что Он говорит? «Мы будем гонимы, и люди будут поносить нас, они будут клеветать на нас, всячески злословить нас, и за нашу веру мы будем страдать». Когда я говорю «за веру», я имею в виду конкретную веру в Мессии. Переживая такое, мы не должны быть шокированы. Мы не должны говорить, что вообще происходит. Когда мы страдаем, когда что-то происходит против нас, это нормально. Радуйтесь и веселитесь, потому что Мессия подвергался тем же гонениям, и это подтверждение, что то, что вы делаете, «Угодно Богу». Вот почему Мессия говорит «Радуйтесь и веселитесь». И какое ободрение, ибо велика ваша награда на небесах. В завершение позвольте сказать следующее. Обратите внимание, что в конце этого отрывка мы будем говорить о пророках. Когда мы ходим в истине Божьей, когда мы ходим так, что это произведет великую награду на нас в Царстве Божьем, поймите, что мы ходим в пророческой истине. Нет сомнения в связи между пророческим откровением, и я имею в виду, что говорили такие пророки, как Исаия, Иеремия, Иезекииль и малые пророки. Когда мы живем жизнью благоугодной Богу, мы будем ходить в том же характере посланий, которым учили пророки. Вот почему я так часто говорю, что пророчество жизненно важно для верующего. Что ж, время закончилось. До встречи на следующей неделе. Пусть Бог обильно благословит вас. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания, и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org. Там вы найдете статьи и многие другие лекции Баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем мессии Иешуа, Иисусе, в вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля.